Золотая кладовая открылась в Волгоградской области. Краевический музей представил сокровища древних степей, тайны которых приоткрыли археологи области. Это давний проект, это давняя мечта нашего музея, потому что у нас были локальные выставки, на которых мы показывали коллекцию, а сегодня мы показываем в огромном количестве предметы, наши раритеты, лучшие предметы нашей коллекции. В зале более двух с половиной тысяч предметов из золота и серебра, датированных от IV века до н.э. до XIV века. Здесь древние сокровища сарматов, эпохи Золотой Орды и поздних кочевников. Значительную часть коллекции составили предметы, найденные в прошлом году в Заволжье. Это уникальный курган. Дошло до нас в неразграбленном виде сарматская знать, ранне-сарматская знать. То, что это, скорее всего, ранний сармат, 100%. Ну, примерно второй, тридцать, второй век до нашей веры. Здесь были найдены погребения с мечами в парадном облачении. Это все мелкие бляшечки, это у него шапочка головной убор был расшит. Волгоградские историки уже принимали у себя экспертов из Эрмитажа. Доложили о предварительных выводах представителям Российской академии наук. Вообще все предметы, которые вы увидите в нашей кладовой, прошли через золотые руки нашего реставратора. Представлены экспозиции, также коллекция оружия 18-20 веков. Сабля генерала Байкова, в которой он участвовал в параде победы. Это история нашего края, это слава. Или катана. Как вот в нашем арсенале оказался японский меч. Эту катану подарил маршал Василевский в 1945 году, в сентябре, нашему земляку, контр-адмиралу Бурханову. За боевые действия против милитаристской Японии. Чтобы представить всю эту большую коллекцию ценностей и оружия, была проведена большая работа. Она и была у нас в фондах, просто мы не имели возможности ее экспонировать, потому что помещения не были подготовлены под это. И вот решением губернатора были выданы средства, и мы провели, я скажу, большую работу для того, чтобы эта экспозиция увидела свет. Тут особая система и охраны, и специальные все данные по влажности, по температуре, а также специальные витрины, которые предназначены только для экспонирования предметов, трактметаллов и оружия. Одними из первых гостей выставки стали участники фестиваля 3-4, которые пришли посмотреть на предметы, рассказывающие об истории области вместе с губернатором. Нам бы хотелось, чтобы мы смогли вам, последующим поколениям, передать такой мессендж. Мы часть огромной большой цивилизации, мы часть огромной истории. И мы об этом никогда не должны забывать, никогда не должны забывать. И не вычеркивать часть своей истории, нравится она кому-то или не нравится. Это приводит к чужому последствию, потому что теряющая связь поколений. И начинаются вместо настоящей истории искать подмены. Ярким примером такого является современная Украина. Ярким, ярчайшим примером, когда правители Украины приняли для себя решение разорвать связь между большой частью истории, которая нас объединяет, подменить те принципы жизни, ценности. Что в итоге мы получили? В итоге после этого они начали создать фашизм и нацизм. Это чуждая идеология для нашего народа. Чуждая. Но тем не менее они начали навязывать идеологию жителям, проживающим здесь. Чуждую идеологию для вообще нас всех. А после этого развязали войну против русскоязычного населения и начали его уничтожать. Не только просто русскоязычного населения, а против украинцев всех. Это же на самом деле так. И мы для того, чтобы прекратить эту войну, защитить жителей Донбасса, вынуждены были начать специальную военную операцию. И уверен, что мы уничтожим фашизм, нацизм. В этом нет сомнения. В сохранении истории важнейшая часть культуры. Выставку можно будет посетить уже со 2 июля. Наталья Полякова, Диана Зеленская, Сергей Григоренко, Елена Заборщикова. Волгоградская правда.